Всем привет ребята, с вами Джофф и сегодня мы посмотрим на немецкую мощь Ягдпанцера Е100. На самом деле, ребята, я вообще не планировал катать эту потасау, но в какой-то момент Муразор меня уговорил. Мол, говорит, давай Костя сядем на Яги Е100, понагибаем. А я ему в ответ, блин, Музя, она же не нагибает. А он говорит, а ты сядь и проверь. И я действительно, ребята, сел и проверил. И оказалось, что эта потасау нагибает, просто аж яйца у противников звенят. А почему же тогда на форумах везде пишут, что она не нагибает, что ее надо апать, что она унылая? Да потому что рачки, рачки, реальные рачки, оленяши и олеханы, они привыкли к своим имбам. Им кажется, что если ФО 655 и Перяпаны вместе с Объектом Д6-8 просто в путь всех нагибают, то так же самое должны делать все остальные потасау 10 уровня. Не должны, ребята. Просто Яга Е100, по, не знаю, по недосмотру разработчиков, или просто по их тайному замыслу, она получилась сбалансированной. Она действительно имеет яркие плюсы, яркие минусы. Она может нагибать в прямых руках, она может отсасывать в кривых руках. Поэтому у Алешек складывается впечатление, что она вообще ничего не может. Потому что они привыкли выкатываться на ФОШе, разрешать барабан, умирать, и с довольной рожей стрик с кремя кауронами просто уходить в ангар. На Яге, ребята, так просто все не получится. Да, на ней можно куда-то выкатиться, потанковать немного, можно даже просто нанести один выстрел, но потом будет перезарядка 20 секунд, и вам придется очень долго думать о смысле жизни. Это, ребята, карта Заполярия, это режим боя против Оссания, немцы против советской техники. И тут, ребята, к вашему сожалению, или к моей радости, советская техника будет полностью и бесповоротно унижена в этом бою. Потому что, к сожалению, водятлы советских танков, они не умеют думать. У них есть извилина, но она всего лишь одна, и она контролирует вот это вот поведение ствола, да, когда им этим хоботком дергают. И в целом они играют вот как этот долбоеб на Е-75, который выехал и просто как поц слился. Он, конечно, я понимаю, что он пытался занять вот этот камень справа, но вы понимаете, какой-то это мазохистский способ занять этот камень. Он мог бы еще раком туда подъехать и говорить, а, да, детка, насилуйте меня просто полностью. Кто так делает? В общем, ребята, у владельцев советских танков очень мало мозгов, поэтому в данном бою они не придумали ничего лучше, как толпой приехать в ущелье, стоять на углу и отсасывать у Арты, и, конечно же, у меня, у вашего покорного слуги. Но мы сегодня говорим, ребята, не о них, мы сегодня говорим о нашей прекрасной ПТСАУ. Что касается динамики, динамика, в принципе, у этой ПТСАУ неплохая. Да, не такая, как у 268 и не такая, как у Фочи 155-го, но ее вполне достаточно, чтобы вы доехали до какой-то точки на карте Руинберг или на карте Заполярье, чтобы вы куда-то доехали, где-то могли встать, там, спрятать свой НЛД и так далее и тому подобное. То есть, так же, как и у танка Е100, динамика, в принципе, для тяжелой, там, 120 или 140 тонной ПТСАУ 10 уровня вполне себе неплохая. В этом бою, ребята, я буду играть от одной позиции, потому что Яга, как и любой другой тяжелый и медленный танк, это не тот танк, который может быстро перекатываться по карте, там, раздавать сверху Хана, там, свалить какие-то маневры. Да, кое-где, кое-как вы можете перекатываться, менять позицию, но на некоторых картах, как, например, вот карта Заполярье или Эль-Халлуф или Степи, Яга это танк одному направлению. То есть, в начале боя надо очень хорошо подумать о том, куда вы хотите ехать и зачем вам туда вообще надо ехать. То есть, если вы выбрали неправильное направление, то готовьтесь к тому, что вашу просто сочную корму намажут вазелином, и вы будете изнасилованы. Я, слава богу, в этом бою выбрал правильное направление. Понятное дело, что это ущелье, понятное дело, я предполагал, что туда приедут светские тяжелые танки, я не думал, что их будет настолько много. То есть, тут их, по-моему, 7 или 8 штук. Конечно, я такого не предполагал. Поэтому сейчас я стою тут, танкую и, в принципе, чувствую себя вполне комфортно. А почему я тут себя чувствую комфортно, ребят? Да потому что броня у Яги очень хорошая. Есть крепкий ВЛД, есть крепкая рубка. И самое главное, что очень приятно отличает Ягу от других ПТСА у 10 уровня, у нас, ребята, крепкие борта. Получается, что даже когда вражеский СТ начинает вас каруселить, у него не всегда получается вас пробить или подкалиберами, или голдой, потому что где-то он как-то стреляет криво, или стреляет не точно, ну и, понятное дело, не пробивает. Но, конечно, ребята, у нас при этом есть и минусы в бронировании. Это НЛД огромное, которое нужно прятать, и чем я, собственно, и занимался в этом бою. И это, конечно, борта рубки, которые тоже пробиваются без каких-либо проблем. Вот вы сейчас видите, как вражеские, советские танки все продолжают упорно на нас наседать. Я не знаю, возможно, у них просто для них моя Яга медом намазана, и они прям хотят именно тут продавить. На самом деле, умный человек, он понял бы, что, когда тут стоят два тяжелых танка при прикрытии артиллерии, и сзади на полке стоят еще несколько ПТ-САУ, то продавить это ущелье, это просто нереально. Хотя ущелье они и могут, конечно, продавить, но выехать отсюда они уже просто не смогут. Но, тем не менее, они пытаются это сделать. Умный человек, он бы не пошел в гору, он бы гору обошел. Он бы просто поехал бы на АБ-линию и там продавил, там, где стоят картонные вафли с картонными рубками, и стоит лев. Но эти ребята не такие, они упорные, они решили давить тут, ну и, собственно, вы видите, что происходит. А теперь, ребята, мы, собственно, поговорим о том инструменте, на который я насаживаю своих советских друзей. Это, ребята, 170-мм орудие Яги. Очень точное, очень пробивное и очень дамажное. Вы знаете, когда я катался на FV-183, пушка FV-шки приносила мне только страдания. Да, несмотря на то, что там есть фугасы, да, несмотря на то, что я мог нанести 1800 урона или гарантированного 500 урона, несмотря на все это, снаряд от этой пушки, он летел туда, куда ему хочется. Такое ощущение, что снаряды на FV-183 просто живут какой-то своей жизнью. Ты посылаешь их в танк, а они летят туда, куда им просто захочется. Такое ощущение, что СЕР просто вселился в этот снаряд, на пирлингом правит и летит туда, куда ему хочется. Вот такая, да, у меня больная фантазия. На Яге, ребята, совершенно другой компот. Да, с дальней дистанции иногда снаряд из-за наственной траектории может уходить в гусли. Да, иногда с 500 метров вы не попадаете, но чаще всего снаряд летит именно туда, куда вы его посылаете, потому что точность очень хорошая и, самое главное, ребята, скорость снаряда тоже очень высокая. Бушка у Яги просто шедевральная. И, собственно, вот вы видите, что я выкатываюсь на троечку, она думает потанковать, и отлично, братюня, потанковал, взрыв БК! Да! Ну, как, как можно на Ягу ИС-100 выкатываться правым бортом на ИС-3, ребята? По-моему, даже самый последний рак знает, что боеукладка примерно в тех районах и расположена у тройки. Огромный раз в урон по танку, это еще и огромный раз в урон по модулин. То есть, если вы знаете, куда стрелять, если у вас стоят шкурки с пробитиями, или просто вы там в ангаре 99 уровня, то вы будете очень часто и критовать двигатели, и поджигать в баке, и взрывать бою вкладку, и все то же самое. Собственно, бой, ребята, уже подходит к концу, мы уже разобрали всех тут раков на советских танках, вот они пытались меня весь бой пробить в ВЛД. Да, я знаю, что многие из вас скажут, ааа, Джофф там против раков играл, я бы тебя нагнул, если бы я оказался в этом бою, я бы сделал супер-пупер тактику. Ребята, давайте будем честны, это в комментах каждый крутой, а в рендоме рак простой, поэтому еще непонятно, как бы вы себя повели в этой ситуации, скорее всего, слились бы под батареей возле моей базы. Так что давайте не будем вот это фантазировать и говорить, типа, я такой крутой, а там одни раки. Все мы иногда бываем раками. Вот, а это, ребята, был типичный бой в рендоме, классический бой для Еги 100, когда ты правильно на ней приехал, занял правильную позицию, правильно танковал, правильно стрелял, ну почти всегда правильно мне это удавалось, и, в принципе, получил за это хорошо опыта, хорошо дамаги нанес, хорошо потанковал и там даже я немножечко, если не ошибаюсь, посвятил. Ну что, ребята, можно сказать по итогам этого боя. Яга хороший танк. Да, эта потасау не так жутко переапана, как в Хош 155, Объект 268, и у нее нет таких волшебных фугасов, как у ФВ 183, но на своем уровне она реально сбалансирована. В прямых руках она будет нагибать, в кривых она будет отсасывать. Понятное дело, что Алешки, которые привыкли по КД накибать на Объект 268, когда они садятся за Ягу, за медленную неповоротливую с КД 20 секунд, они начинают кричать благим матом, о господи, уберите от меня это говно, я хочу опять на свою имбу. Но, ребята, суть нашей басни такова, что имб рано или поздно порежут. А Яга, она как была сбалансированной, она как была нагибучей в прямых руках, она так ею и останется. Поэтому ловите момент, качайте этот прекрасный танк, потому что он действительно в прямых руках может нагибать. Просто надо его правильно использовать, и в этом весь цимис. С вами был Джофф на Як-Панцирь Е100, это был интересный бой на Заполярье, удачных вам нагибов, таких же сочных побед, и, ребята, не играйте, как этот Е75 в этом бою, не будьте днищами. Чао! А тут делать нечего, потому что тут 2Е100, ПТСАУ и ТТ, вот, прикрытие у них, опять же, вот тут вот сзади с батареи, если вы заметили, да, вот, прикрытие. Ну и тут, собственно, ловить нечего. А, конечно, ребят, не забываем кое о чем еще. Это, конечно же, наш суровый Тигр 2. Вы посмотрите, насколько он суровый, насколько он бесполезный. Он своей, ребята, на самом деле, АФКшной бесполезностью, он просто настолько пугает своих врагов, что они просто обосрались там на углу, и поэтому гусеницы, как вы понимаете, да, из-за поноса вот этого ихнего пробуксовывают, и они не могут до меня доехать. Вот поэтому этот Тигр 2, он просто офигенный. Сколько у него? 49% побед. Ну, собственно, видимо, это все причина того, что он очень часто, ой, отбегает борщика покушать. Но я, тем временем, ребята, танкую.